15 марта на официальном сайте ГЛОНАСС появилась новость, что с 20 марта во Владивосток начнет поступать первая партия устройств вызова экстренных оперативных служб. После прохождения процедуры аккредитации сервисные центры будут готовы приступить к оснащению терминалами, ввозимых из-за рубежа транспортных средств. Надеемся, что наша инициатива будет поддержана органами исполнительной власти, сообщил временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жиригеля. К тому же в ближайшее время руководство «ГЛОНАСС» планирует приехать в столицу Приморья. Они намерены заключить договоры с теми организациями, которые будут устанавливать кнопку «Эра» на бэушные иномарки. В ходе поездки планируется встреча руководства АО «ГЛОНАСС» с представителями заинтересованных сторон, в том числе с инициативной группой автомобилистов Приморья. Написано на официальном сайте АО «ГЛОНАСС». Новость, казалось бы, позитивная. Вот только автомобилистов, собравшихся на рынке «Зеленый угол», она, похоже, не радует. Нас уже задавили хорошими новостями. Все люди думают о том, что проблема решена, и сюда едут кнопки, и все будут их вставить. В самом деле все обстоит совершенно по-другому. Кнопки едут, а юридический вопрос не решен. Кнопки, если будут ставить, то ПТС не будут выдавать. Закон об обязательной установке кнопки экстренного реагирования при авариях ввели с 1 января 2017 года. Тогда и перестали выдавать ПТС на поддержанные иномарки без кнопок «Эра ГЛОНАСС». Тогда же и автомобилисты, и правительство столкнулись с проблемой. Закон есть, а устанавливать кнопки негде. Власти пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Сначала сказали, что крайний срок февраль, потом отложили на середину марта. 14 числа представители администрации края собрали инициативную группу автомобилистов на круглый стол, но никакого внятного ответа так и не дали. Короче, сказано было так. Все работают, все стараются, но, к сожалению, обрадовать вас нечем. Вот буквально так и можно перевести. На сегодняшний день во Владивостоке уже появились организации, которые закупили кнопки «Эра ГЛОНАСС» и готовы их устанавливать на поддержанное авто. Вот только смысла в этом пока нет. На самом деле организовать установку и производство этих устройств, их поставить на машину, это не такая большая проблема. Проблема как раз, чтобы эти устройства, все это было легально. Были необходимы документы, и мы могли легально это все вписывать, законодательно вписывать в документы, необходимые для получения ПТС людьми. Некоторое время назад в интернете появилась информация, что Минпромторг разработает упрощенный порядок установки кнопок «Эра» на бэушной иномарке. Хотя, по словам автомобилистов, подобные кнопки уже давно ставят на автобусы, грузовики и муниципальный транспорт. У многих сложилось впечатление, что правительство просто оттягивает время. А между тем, люди до сих пор не могут добиться ПТС от таможни и каждый день платят за простой своих авто. Сейчас меня берут 150 рублей, через неделю с меня будут брать в два раза больше и так далее, по нарастающей. А ведь еще в феврале стало казаться, что вот-вот все наладится. В последний месяц зимы начали выдавать ПТС на те машины, которые были ввезены в Россию до 15 февраля. Но радость автомобилистов длилась недолго. Насколько я помню, 1500 автомобилей выдали ПТС без ГЛОНАССа, без СБКТС. То бишь, получается, по конституции, чем я отличаюсь от тех людей, которым выдано было это все в феврале. Таможенники по этому поводу комментарий дать нам отказались. Но в феврале на встрече с прессой они уже четко объявили свою позицию. Выдача паспортов транспорта не является таможенной операцией. Она не регламентирована таможенным кодексом. ПТС выдаются таможенными органами на основании совместного приказа МВД России, Минпромэнерго России и Минэкономразвития России. За всеми разъяснениями по теме ГЛОНАСС и выдаче СБКТС сотрудники таможни посоветовали обратиться в Минпромторг. Вот только это оказалось не так-то просто. Странно, что пятница, почти 11 утра, Минпромторг закрыт на лопату. Окна закрыты, дверь тоже. Как к ним попадать, неизвестно. Мы обратились в справочную службу Владивостока. Там нам подтвердили, что наша съемочная группа приехала по правильному адресу. Нужная нам организация никуда не переезжала. Тогда мы позвонили в Минпромторг. Кстати, на сайте организации Минпромторга написано, что они работают каждый день с 9 до 18. Виданы номера телефонов. Но дозвониться им мы не смогли. Именно из-за этой неизвестности и нереагирования со стороны властей, автомобилисты решили привлекать к себе внимание правительства всеми возможными способами. Они устраивают собрание и подписывают петиции губернатору и президенту. К слову, эра ГЛОНАСС – это проблема не только Владивостока. Наших автомобилистов поддерживают водители из других городов и регионов. Продолжают присылать с Красноярска, Якутск подключался, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, Надеждинск, Находка. Сейчас я вам не скажу количество на сегодняшний день. Но есть и такие люди, кто использует проблему автомобилистов в личных целях, а их массовые собрания – как пиар. Так поступают представители одной из политических партий. Они устраивают одиночные пикеты с провокационными лозунгами и с такими же высказываниями выступают на собраниях водителей. Подавать нет никакого смысла, они нам не согласуют, нигде. Поэтому лично я, 19-го, пойду в час дня к Ленину. Правильно, все будем. Плакаты, не плакаты, каждый для себя решает сам. К слову, партийцы подали заявление на очередной митинг за отмену кнопки экстренного реагирования. Но администрация края проводить его не разрешила, сославшись на то, что в этот самый день на привокзальной площади будут отмечать день подводника. Несмотря на запрет, партийцы и некоторые автомобилисты все равно пришли на митинг. Как только представитель партии развернул транспарант, к нему подъехали сотрудники полиции и забрали мужчину в отделение. Теперь ему грозит штраф. Примечательно, что когда противники «Аэроглонас» пришли на привокзальную площадь, здесь не было никаких подводников и никакого праздника не отмечалось. Единственные конкуренты за место были ребята, которые продолжили праздновать воссоединение Крыма с Россией. Этот митинг, к слову, проводился днем ранее. Правда, продолжение праздника согласовали казаки с администрацией Приморского края еще в начале марта. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров, Василий Косилов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.